Всем привет! Сегодня мы делаем инспекцию картера главного двигателя. Попытаюсь вам показать, как это выглядит. Сразу говорю, что не знаю, что из этого получится. Крепление камеры для головы я не взял, к сожалению. А лазить по картеру и снимать, скажу так, опасно. Можно сорваться и переломать ноги, руки, да и вообще убить ему. Сейчас я нахожусь возле шестого цилиндра. На его примере покажу, как здесь все устроено. И расскажу, что мы проверяем, когда мы делаем инспекцию. Все буду рассказывать своими словами, поэтому сильно строго не судить. Начнем сверху. В предыдущем видео я был в ресивере. Там я вам показывал сальник, который отделяет подпоршневые от картера. Так вот, это находится ниже. Здесь мы видим сальник со стороны картера. Это шток поршня. Это пятка поршня. Пятка поршня крепится к критцкофу. Кстати, первый раз вижу, чтобы затяжные болты были обычные. Обычно установлена шпилька и гайка. Чтобы отдать эту гайку, мы использовали гидравлический джек. А здесь, я так понимаю, просто затягивается динамометрическим ключом. Первый раз такой. Сейчас возьму лампу и покажу шатун. А то он на камере, походу, ничего не видно. Это у нас шатун. А это уже сам коленвал. Там внизу у нас находится поддон картера. Чуть позже я спущусь и покажу, что там. И так, думаю, понятно. Сальник, шток поршня, крейскоф, шатун и коленвал. Сейчас установим плиту, попытаясь показать вам цепной привод. Или как моряки его называют, цепной вешей. Не знаю, видно на камере хорошо или нет, но здесь находится цепной привод. Он идет от коленвала к распредвалу, чтобы тот приводил в действие топливный насос и выхлопные клапаны. Также там есть натяжное устройство. Но на этом двигателе, к сожалению, не смогу вам показать. Как-нибудь в другой раз, когда двигатель будет побольше. Чтобы была возможность сюда пролезть. Это направляющие крейскофы. Это масляная труба рамового подшипника. Сейчас вылезу, прокрутим валоповоротным устройством. Сделаем визуальный осмотр и затем спущусь вниз. Когда проворачиваем и осматриваем, мы обращаем внимание на все подвижные части, которые мы видим. В принципе, мы смотрим на все, но акцент делаем на подвижные части. Смотрим на башмаки, направляющие крейскофы. На них не должно быть никаких царапин, задиров и никаких рисок не должно быть. Также смотрим, чтобы шток поршня был гладким, без всяких рисок. И он должен быть чистым по всему периметру. Многие спрашивают, какая мощность у такого двигателя и какой у него расход. Так вот, у данного двигателя мощность 13 350 кВт. Это равняется 17 900 лошадиных сил. Расход у данного двигателя 40-50 тонн топлива в сутки. А максимальные обороты у него 102 оборота вблизи. Максимум мы ездим 85-87 оборотов. И то 87 это когда мы делаем индицирование главного двигателя. Также мы осматриваем все болты и гайки, чтобы было все на месте. Чуть позже я молоточком проверю все гайки, чтобы они были затянуты. Мотористу-филиппинцу сказал, чтобы принес маленький молоток. Но пока ни осла, ни посла. Пока он не принес, возьму такой молоток и покажу, как мы проверяем. На слух мы определяем, затянута эта гайка или нет. Херачить, конечно, сильно не нужно. Немножко по гайке постучали и все. Кстати, 3-4 года назад, когда я первый раз залез в картер, на первом цилиндре я нашел гайку, которая была отдана на рамовом подшипнике. Это у нас, кстати, здесь крепится шатун к шейке коленвала. Мы также делаем замеры мотылевых подшипников. Но этого мы делать не будем. Начальство сказало, не нужно. Делается это просовыванием щука между шейкой и мотылевым подшипником. Зазоры там 0,4-0,5 мм. Бывает, что щуп ломается. И поэтому многие вторые и старшие механики не любят этого делать. Также мы осматриваем состояние стопорной проволоки и стопорных колец на болтах, чтобы они были целые. Это стопорная проволока. Нужна она для того, чтобы болт не выкручивался и не упал. А это стопорные шайбы. Цель у них, в принципе, такая же. Думаю, вам видно, как она установлена. Мы будем делать раскепы и индикатором проверим состояние рамовых подшипников. Делаем это сегодня после инспекции. Конечно же, сделаю видео, но не знаю, как получится. Но, скорее всего, оно будет в следующем отдельном, чтобы данное видео не затягивать. Ну и таким макаром мы осматриваем каждый цилиндр. Все, естественно, показывать не буду. Смысла нет. Все в каждом цилиндре абсолютно нет. Сейчас мы проверим каждый цилиндр, а затем я спущусь вниз и покажу. Масляный подбор. Да, кстати, если вы спускаетесь в картер, то вы должны запомнить, что с собой взяли. И с этим же количеством инструмента, с количеством вещей вы должны вылезать. Не дай бог, что-то там оставить. Самое страшное, что там можно забыть, это ветошь. Делок может больших понадобить. Так что будьте внимательны. Я с собой всегда беру лампу, фонарик, одну ветошь и молоток, которого, кстати, до сих пор нет. Почему-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ходить и делать шаги нужно уверенно и осторожно. Это ваше здоровье. Голой рукой абсолютно каждую полочку мы осматриваем. Проводим и ищем признаки какого-либо металла. Также смотрим на масло, чтобы не было следов воды. И так это выглядит. И также смотрим каждый болтик, чтобы он был застопорен. Субтитры сделал DimaTorzok И абсолютно так же мы проверяем масляный поддон. Ищем металл. Не дай бог, конечно, кто-то найти. Это у нас колодец картера. Их у нас два. Один в районе пятого цилиндра. Другой возле второго цилиндра. В этот колодец стекает все смазочное и охлаждающее масло. Масляный танк главного двигателя. Затем из этого танка масляные насосы берут масло и гонят в разные точки. По системе охлаждая и смазывая механизм. Поэтому и двигатель называется сухим картером. Так как в нем отсутствует масло. Кто еще? Показатель. Это предохранительный клапан картера. В самых первых видео, которые я делал, можете их увидеть, как они выглядят. Это цепной привод. Но, как говорил, сюда не пролезь. Как-нибудь в другой раз сделаю. Я сейчас пролезу по картеру, осмотрю его. Потом начну делать рефлекшены и замеры рамовых подшипников индикатором. А пока отключаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такую хрень нашел. Пока даже представить не могу, откуда она. Покажу начальству. Но, скорее всего, думаю, откуда-то с натяжного устройства в цепном ящике. Если более опытные смотрите, то скажите, какие у вас предположения. А я пока продолжу. Надеюсь, больше ничего не найду. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Про раскепы будет отдельное видео. А пока подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, задавайте вопросы, ставьте лайки, делитесь видео. Всем пока!